Ребята, привет! Меня зовут Мария Сафина и я вас приветствую на своем канале Здоровый образ жизни и удовольствия, где я рассказываю о том, как построить свой балансированный рацион питания. И сегодня мы с вами затронем очень важную тему, почему же важно ввести дневник питания. Множество моих клиентов, когда я предлагаю им первый раз ввести дневник питания, говорят мне о том, что они и так уже все знают о своем питании. Они знают, когда и сколько они едят, как они термообрабатывают пищу, в каких количествах и какие порции еды они кушают. Но очень часто это совершенно не так. В течение дня человек может сделать очень-очень много перекусов и количество его приемов пищи с 3-5 может возрасти до 9 или даже до 12 приемов пищи за счет небольших перекусов. Например, печенье, которое коллега принес в офис или вазочку с сухофруктами, с орешками, который стоит около компьютера на рабочем столе. Именно поэтому важно фиксировать каждый прием пищи в дневнике питания. Дневник питания это такой классный инструмент по первичному формированию своего рациона, который поможет человеку, даже если он не консультируется со специалистом. И даже если он сам своими силами, просто скачав макет дневника из интернета или скачав его под вот этим вот видео, я вам обязательно предоставлю тот дневник питания, который я считаю для себя удобным и который я предлагаю вести своим клиентам. Если вы просто скачаете любой дневник питания, вы можете проследить сами те дисбалансы, которые у вас наблюдаются в питании в течение недели. Если вы будете вести его каждый день, обязательно после каждого приема пищи записывать, что вы съели, какие у вас эмоции, сколько вы съели, как это было термообработано, какие входили продукты в состав того или иного блюда. Если вы хотите замечать количество и время приема в пищу, писать о своей физической нагрузке, вы обязательно заметите какие-то дисбалансы или какие-то повторяющиеся ошибки в вашем рационе, которые вы с легкостью можете исправить уже после недели ведения дневника питания. Поэтому я вам очень-очень советую посмотреть это видео до конца и самим без какого-либо участия специалиста начать формировать свой рацион. У вас есть для этого все силы и возможности, и я в вас верю. Итак, дневник питания это инструмент для анализа собственного рациона, и его рекомендуется вести не менее чем 5-7 дней. Причем в эти 5-7 дней должны обязательно быть включены два ваших обычных выходных дня, то есть когда вы не ходите в гости и когда вы соблюдаете тот рацион, который привычен для вашего именно выходного дня. И обязательно в этот рацион должны включаться несколько будних дней, которые у вас идут каждый день, и которые для вас совершенно обычны по вашему рациону питания. Какова главная задача вот этого дневника питания на первое время? Это, конечно же, определить, что именно и сколько вы едите. Вы представляете себя сторонним наблюдателем, который безэмоционально просто смотрит, сколько вы кушаете и записывает число без лишних эмоций. А эмоции потом уже можете добавить в результате введения дневника в специальную графу ваши впечатления, комментарии и эмоции. Следующая задача это хотя бы начать замечать какие-то дисбалансы. То есть если чувствуете тяжесть с утра, вы не хотите завтракать, а посмотрите, что вы ели на ужин в предыдущий день. Может быть вы съели слишком много, может быть это очень тяжелая пища, может быть это была высококалорийная пища, а может быть это были именно те продукты, на которых у вас есть, и вы постоянно наблюдаете отрицательную реакцию организма. Это очень важно, проследите пожалуйста за этим. Еще одна из задач это получить информацию о распределении приемов пищи в течение дня. Почему это важно? Есть ли у вас определенный промежуток между приемами пищи, либо у вас приемы пищи следуют примерно через полчаса. Есть такая проблема, что человек постоянно-постоянно целый день жует. Что такое процесс жевания? Каждый маленький орешек, каждый маленький фрукт, который вы положили в свой рот, он запускает процесс пищеварения с нуля до максимума. То есть процесс пищеварения он идет полноценно. Запускаются все ферменты, запускается весь пищеварительный тракт, запускается перистальтика. Получается, что у вас желудок не отдыхает, а постоянно-постоянно работает целый день. Конечно же это приводит к изнашиванию пищеварительной системы. В самом конце введения дневника я вам предлагаю уже начать делать выводы. И уже в течение введения дневника, примерно через 3 дня после начала его введения, вы уже можете делать какие-то выводы. О каких-то повторяющихся ошибках, о каких-то не очень полезных продуктах, которые у вас есть в рационе. Или о каких-то нежелательных реакциях вашего организма, которые вы замечаете после употребления каких-либо продуктов определенных. Или продуктов определенного производителя, или в какое-то определенное время суток и другие различные реакции вашего организма. Дневник питания всегда даст ответы на кучу вопросов почему, которые мне перечислены в этом слайде. Почему я не худею, хотя я ничего не ем? А вы считаете ли свою калорийность? А что именно вы подразумеваете под фразой ничего не ем? Обычно, если человек говорит, что я не худею, ничего не ем, нужно просто дать ему задание, повести дневник питания в течение хотя бы 5 дней. И вы поймете, что во фразу ничего не ем могут быть включены конфетки, булочки, орешки. А вы знаете, что калорийность орехов может доходить до 600 килокалорий на 100 грамм продукта? То есть, вот такая вот вазочка с орешками, сухофруктами, съеденная за день, она примерно может быть равна и 1000 килокалорий. Представляете? Следующий вопрос, на который можно очень легко ответить с помощью дневника питания, это почему я не набираю мышечную массу. Человек идет в зал и забывает о том, что ему нужно немного побольше кушать. А может быть и даже много побольше кушать. Потому что это силовые тренировки, это увеличение калорийности рациона, это увеличение количества, конечно же, белка в рационе, это увеличение количества углеводов в рационе. Насчет жиров там нужно посмотреть в зависимости от того, какие будут тренировки, какая интенсивность тренировок и как вообще человек себя чувствует. То есть, обязательно это увеличение калорийности. Человек, да, он увеличивает долю калорийности, но она может быть недостаточной для того, чтобы набрать до той калорийности. Допустим, углеводов до той нормы белка, употребляя которую, человек будет увеличивать свою мышечную массу. Почему у меня отеки? Очень частый вопрос. А вы посмотрите, сколько соли вы употребляете, посмотрите, сколько сахара вы употребляете. То есть это все очень-очень важно. На какое время дня у вас приходится большее количество употребляемой вами жидкости? Может быть, большинство жидкости вы употребляете именно после 6 часов вечера. Может быть, вы кушаете вечером какие-то соленые семечки, арахис, и, соответственно, вы хотите после этого запить все это водой. Или вы очень часто заказываете соленые суши. Хотя суши сами по себе, они не кажутся очень солеными, но тот соевый соус, который вместе с ними всегда идет в комплекте, он достаточно соленый, и после него хочется пить, хочется восстановить свой водно-солевой баланс. Почему я постоянно болею? Тоже такой вопрос, ответ на который можно найти в дневнике питания. Это отсутствие белка, иммуноглобулины, белки нашего иммунитета. Это белок, который мы поставляем с помощью нашего питания в наш организм. Отсутствие клетчатки, отсутствие элементарных витаминов. Очень многие люди не приучены есть овощи. Им даже трудно в свой рацион добавить листочек салата на бутерброд. То есть мы учимся этому с моими клиентами, нарабатывая привычку каждый день. Сначала добавляем один листочек салата, потом добавляем помидорку, потом добавляем немножечко авокадо и так далее. То есть это достаточно сложный, трудоемкий процесс. Далее, следующее, почему это? Почему у меня плохая кожа? Здесь может быть, конечно, очень-очень много различных нюансов, очень много различных проблем, вплоть до того, что человеку нужно будет обращаться к врачу. Но со стороны нутрициолога я могу сразу посмотреть на рацион, если он изобилует солью, если он изобилует сладкими рафинированными продуктами, если человек кладет, допустим, 6 ложечек сахара в чай и пьет этот чай 3 раза в день. Если он употребляет большое количество молочных продуктов, очень у многих людей, к сожалению, есть реакция на молочные продукты, и как исследование я всегда предлагаю какие-то продукты, может быть, попробовать исключить из своего рациона. Если человек сам наблюдает, что у него не очень хорошая кожа после употребления каких-то видов продуктов, если он употребляет в больших количествах такие продукты, как шоколад, мандарины, апельсины, различные соевые продукты, различные морепродукты, может быть, креветки, может быть, ракообразные, даже рыба. То есть вот такие вот продукты, яйца, которые могут быть явным аллергеном. Конечно же, я обращу внимание человека на то, что в рационе достаточно много продуктов-аллергенов. Это могут быть орехи, это могут быть какие-то экзотические фрукты, которые ему иногда привозит товарищ. И именно после употребления вот этих замечательных вкусных фруктов у человека может быть какие-то высыпания, какие-то проблемы с кожей. Следующий очень актуальный вопрос. Ну почему же я всегда уставший? Посмотрите в свой дневник питания. Когда вы встаете, когда вы ложитесь спать, сколько чашек кофе вы выпиваете. Может быть, вы просто выпиваете слишком много кофе, и тот накопительный эффект от кофе, он проходит к вечеру. Вы приходите домой, вы просто валитесь с ног. А может быть, вы ложитесь спать позже часу ночи. Гормон сна, мелатонин вырабатывается у нас в организме после 19 часов вечера. После этого времени рекомендуется приглушать освещение, готовиться ко сну. Очень часто люди ставят себе поздние тренировки, хотя после них полночи не могут уснуть. Обязательно следите за реакциями своего организма. Следующий как раз вопрос, он вот в эту тему, почему я не могу уснуть. Тоже здесь и поздние тренировки, здесь и стресс, здесь и очень обильные приемы пищи. Когда человек кушает два раза в день, это достаточно обильный завтрак и очень-очень обильный тяжелый ужин. И, конечно же, время отхода ко сну отодвигается, потому что человек не может уснуть, у него идут пищеварительные реакции. Следующий вопрос, почему я постоянно болею, это вопрос об иммунитете, о том, что в рационе очень много рафинированных продуктов и нет нерафинированных продуктов. То есть даже отсутствуют группы, отсутствуют бобовые, отсутствуют те же самые фрукты и овощи и так далее, которые как раз формируют наш иммунитет. Нет полезных жиров, нет омега-3. Человек, может быть, употребляет очень-очень много БАДов, но они по своему действию не согласуются между собой. Почему я не могу уснуть по ночам? Закономерный вопрос для, допустим, программистов, которые часто работают по ночам, для людей, которые постоянно пьют чашку кофе, одну за другой чашки, особенно если в офисе стоит капельная кофеварка, то есть человек может налить себе просто огромную чашку кофе и пить кофе как воду целый день. Именно поэтому человек может не уснуть по ночам. Здесь, конечно, есть очень-очень много других нюансов, но кофе это очень частый фактор этого. То есть 3-4 чашки кофе в день – это нормально. Человек после этого должен чувствовать себя хорошо. Но есть индивидуальные реакции, когда человек даже от одной чашки кофе, выпитой, допустим, в час дня, он не может уснуть ночью. Это связано с метаболизмом кофе в организме, то есть достаточно долго он метаболизируется, и человек целый день такой ходит в приподнятом настроении, эффективный, бодрый, и это очень-очень влияет на время его засыпания. Следующий вопрос. Почему у меня ломкие волосы, ногти? Почему плохо растут у меня волосы, плохие ногтевые пластины? Это связано, конечно же, с количеством белка в рационе. То, что белка не хватает в рационе, соответственно, и человек наблюдает такие не очень хорошие факторы. Далее. Почему я всегда голодный, хотя я нормально ем? Здесь тоже нужно посмотреть на то, что именно этот человек ест. А может быть, это бургеры. А может быть, это картошка фри, которая не дает долгого насыщения. То есть он вкушал замечательную, вкуснейшую картошечку, и через полчаса он снова хочет есть. Он ест печеньки, и через полчаса он снова хочет есть. А может быть, у него просто очень гипокалорийная диета, может быть, очень мало калорий у него в рационе, и он кушает понемножечку, и эта пища еще и не насыщает. Разные могут быть варианты тоже. Дневник питания даст отличный ответ на этот вопрос. Почему я срываюсь на сладкое вечером? Ну, ребята, если вы целый день употребляете мало сложных углеводов, и, конечно же, к вечеру ваш организм захочет заполнить вот эти дефициты по углеводам, которые вам физиологически нужны вашему организму, он захочет их заполнить. И он заполнит теми углеводами, которые есть у вас в холодильнике, и к которым вы привыкли. Это, конечно же, может быть сладкое, потому что это быстрый углевод. Он быстро поступит в вашу кровь и быстро поднимет уровень глюкозы в крови. Сладкое всегда быстрее насыщает. Вы почувствуете быстрое насыщение, быстрый прилив сил. Вот, пожалуйста, вам и срыв на сладкое. Планируйте ваши приемы пищи и не забывайте о сложных углеводах, о нерафинированных крупах, о цельнозерновом хлебе в вашем рационе. Я сейчас хочу поделиться небольшими открытиями своих клиентов после того, как они от 5-7 дней вели дневник питания. Вот, например, первое открытие. Человек наконец-то посчитал, сколько же он сахара ест. Хотя, первоначально он мог считать, что сахара он ест достаточно и находится в пределах нормы. Вот, допустим, второе. Это переедание в обед. Когда человек не кушает с утра завтрак и начинает заполнять вот эти дефициты с помощью обильного-обильного обеда, множественных перекусов печеньками. И очень классическая ситуация. Третье. Это количество перекусов. Человек уверен в большинстве случаев, что он ест 5 раз в день. У него 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Но в действительности это не так. Каждый орешек считается за 1 прием пищи. То есть, если вы сидите за компьютером, пьете кофе и съели 1 орешек, это считается как прием пищи. Если через полчаса вы снова налили себе кофе и съели печенюшку, это считается еще за 1 прием пищи. То есть, вот таких вот перекусов, когда вы полностью, полноценно запускаете свой желудочно-кишечный тракт, их может быть очень-очень-очень много. А теперь основные правила того, как нужно правильно вести дневник питания. Как я уже говорила, дневник питания необходимо вести в течение минимума 5-7 дней, потому что если вы будете вести его меньше, вы просто не получите полной картины всего происходящего. Вы не сможете уследить за закономерностью тех реакций, которые у вашего организма уже наработались. Лучше всего фиксировать информацию либо до, либо после приема пищи. Особенно шкала голод-эппетит здесь очень важна. Не нужно вспоминать, были ли вы голодны очень перед обедом в 23 часа вечера, когда вы уже готовитесь лечь спать. Сделайте это после обеда, когда вы себе дадите 5 минут немножечко отдохнуть и сделать записи в вашем дневнике питания. Что необходимо фиксировать в дневнике питания? Обязательно фиксируйте там основные приемы пищи. Это самое главное. Не забывайте о перекусах. Сюда входит и второй завтрак, перекус между обедом и ужином, различные поздние ужины, любая маленькая печенька, которую принес вам ваш коллега по офису, любая чашка кофе, если она с сахаром и с каким-то, может быть, бутербродиком, маленькое яблочко, которое вы перехватили на лету и так далее. То есть сюда должно входить абсолютно все, включая спортивное питание, потому что очень многие не учитывают калорийное спортивное питание в своем рационе. Протеины, гейнеры, это те же самые белки, жиры, углеводы, но в более легко освояемом виде, которые быстрее попадают в кровь и быстрее попадают к мышцам. Но если повернуть баночку, вы сможете увидеть количество белков, жиров, углеводов, сможете посмотреть количество калорий, и вы убедитесь в том, что это такой же калорийный продукт, как и белки, жиры, углеводы. Это такой же источник нутриентов, только в более легко освояемой форме. Обязательно включайте в свой дневник питания все ночные приемы пищи, если они есть. Это даст вам полную картину того, как вы планируете свой рацион в течение дня, правильно ли вы планируете свои основные приемы пищи. И обязательно все незапланированные приемы пищи тоже должны быть там. Это важно. Я, кстати, здесь вот, видите, отметила и орешки, которые очень часто стоят на столе, и сухофрукты, которые в офисах очень часто тоже стоят на офисной кухне, и небольшие перекусы в кино, вроде попкорна, который тоже, если он особенно сладкий, он очень-очень калорийный. Это быстрый углевод, это рафинированный продукт. И здесь я представляю макет питания, который я предлагаю своим клиентам, по которому мы работаем. В ссылочке под этим видео будет данный макет, если этот макет вас чем-то не устраивает, вы можете скачать абсолютно любой макет из интернета, но при этом я все-таки рекомендую заполнять его либо в электронном виде, либо сделать некую табличку Excel, то есть вбивать руками, либо писать от руки, потому что так лучше фиксируется информация, и так идет лучше анализ информации. Допустим, тот же самый дневник питания, который ведут в фетсигрет и в других электронных источниках, он не всегда такой полный, он не дает такого полного спектра информации по приемам пищи, там нельзя написать голод по шкале, там нельзя вместе, сразу рядышком написать свою физическую активность, какие-то комментарии, какие-то эмоции и так далее. То есть туда заносится только порция и только продукты. Сейчас я немножечко расскажу о том, как правильно заполнять графы дневника питания, которые я вам предоставила в предыдущем слайде. Время. Не обязательно писать точное время прямо до доли секунды. Пишите примерное время, плюс-минус 5 минут. Здесь главное, чтобы вы уследили, какое примерно время проходит между вашими основными приемами пищи и между основным приемом пищи и перекусом. Здесь главное, чтобы вы уследили, есть ли у вас приемы пищи, которые идут примерно, может быть, через 20 минут, через 30 минут, вот так вот, то есть через достаточно короткий промежуток времени. Небольшие такие вот перекусы, которые длятся в течение всего дня. Посмотрите на блюдо, которое стоит перед вами. Посмотрите на технологию изготовления, то есть что это, варка, жарка, приготовление на пару, гриль, это фритюр. Обязательно напишите, так вы поймете, блюдо с какой тепловой обработкой превалирует в вашем рационе, что вы обычно едите, как вы обычно термообрабатываете пищу. Иногда люди уверены, что они больше всего едят вареную пищу, но если посчитать поштучно, оказывается, что примерно там в полтора-два раза у них в дневнике питания больше все-таки жареной пищи, потому что человек обедает в столовой, кушает в столовой, и там очень-очень много вот таких жареных фритюрных блюд. Итак, порция. Не обязательно писать все до граммов. Если, конечно, у вас есть под рукой меню, если вы обедаете в столовой, то, конечно, если вам удобно, вы можете посмотреть, сколько же граммов составляет то или иное блюдо и написать точное количество граммов. Если нет у вас под рукой меню, пользуйтесь удобными для вас способами подсчета. Это может быть порция. Стандартная порция в ресторане, она всегда одинаковая, и ее можно найти во всех интернет-источниках. Это ладошки. Прекрасная, очень удобная система измерения порций. Привела примеры. Можете посмотреть. Ну, допустим, одна филе куриной грудки. Примерно они все одинаковые. Одинстой клосося. Тоже примерно 100-150 грамм. Итак, условия. Обязательно запишите здесь, в каких условиях вы принимаете пищу. Где это? На лету, на бегу, дома, на эскалаторе. Кушайте пирожок. На работе. Там с контейнером. Может быть, греть в микроволновке. В комфортной для вас обстановке. В автомобиле и так далее. Может быть, это кафе. Может быть, это столовая. Можете написать, вообще нравится вам или нет. Есть в этом месте. Какие условия. С кем вы принимаете пищу. И так далее. Вот эти все нюансы, они очень важны в дальнейшем для того, чтобы комфортно вы составляли свой здоровый рацион питания. И далее графы введения дневника. Это посмотрите на шкалу голода. Определите, что у вас сейчас идет. У вас голод, у вас насыщение или у вас просто аппетит. Обязательно пересмотрите мое видео о голоде и аппетите. О том, как различать голод и аппетит. Я здесь даю вот такую вот шкалу. Вы можете скачать презентацию по ссылке под этим роликом. И там будет эта презентация. Вместе с этим слайдом вы можете его копировать для себя. И использовать эту очень-очень удобную шкалу. Перед тем, как покушать. Посмотреть, насколько вы голодны по шкале от 1 до 10. Далее. Отмечайте, что вы пьете. Сколько вы пьете. И самое главное, сколько там добавленного сахара. Сколько ложечек вы кладете в чай или в кофе. Если вы пьете сок, то какой это сок? Это пакетированный сок или это свежевыжатый сок? Потому что в пакетированном соке очень часто есть добавленный сахар. Берете ли вы компот в столовой? Берете ли вы кисель? Может быть, вы употребляете какие-то молочные, сладкие напитки? И так далее. Обязательно фиксируйте это в своем рационе. Укажите свою физическую активность. Если вы занимаетесь в тренажерном зале, сколько раз? Как вы кушаете до тренировки? Как вы кушаете после тренировки? Есть ли спортивное питание? Есть ли какие-то протеиновые батончики? Протеиновые коктейли? Протеиновые печенья? Которые вы используете на перекусах? Тоже обязательно напишите. Как я говорила, все эти продукты имеют свою калорийность. И она является частью вашей суточной калорийности. Ее необходимо вписывать в суточную калорийность своего рациона, если действительно вам нравятся эти продукты. Но вообще, в большинстве случаев, можно обойтись без спортивного питания, закрыть все потребности по белкам, жирам, углеводам и с пищей. В графе комментарий вы можете внести те моменты, которые для вас считаются важными, и которые, как вы думаете, по вашему мнению, помогут вам далее сформировать свой здоровый рацион. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, сколько необходимо вести дневник питания. Дневник питания не нужно вести бесконечно. Достаточно именно вот этих 7 дней, вот этих 5-7 дней, чтобы сделать первичный анализ своего рациона. Не обязательно вести дневник питания 3 недели, 4 недели. Максимальное рекомендованное мной время введения дневника питания – это 1 месяц. Это когда идут какие-то пищевые зависимости, когда очень долго идет привыкание к новым продуктам. То есть, очень важно отслеживать, как именно и сколько нового продукта полезного у нас появилось в рационе. Обычно, после того, как человек уже 1 месяц ведет дневник питания, он просто от него устает. Действительно, дневник питания – это хороший инструмент, но он занимает время, он занимает внимание. Нужно постоянно думать о том, что нужно его заполнять. Нужно постоянно думать о том, если это дневник в бумажном виде, что нужно взять его с собой. Поэтому, если вы понимаете, что вы действительно устали от введения дневника питания, если вы ведете его больше недели, больше 2 недель, передохните немножечко. Вы можете выбрать какой-то альтернативный метод введения дневника питания. Например, тот же FatSecret. Конечно, он менее эффективен по моей работе, по моему опыту. Но все же, если вы хотите заменить, вы можете выбрать, допустим, вот такой режим введения дневника питания. Дневник питания – это отличный инструмент, который помогает многим людям, которые имеют достаточно большой объем информации. Они много знают о здоровом питании, они много читают. Они знают о строении белков, жиров, углеводов, их функциях в организме. Знают какие-то очень сложные формулы, все понимают в метаболизме, в цикле Крепса и так далее. Но они не знают, с чего им начать. Они имеют достаточно большой лишний вес, но они не знают, что должно быть отравной точкой формирования здорового рациона. И вот этой отравной точкой должен быть для каждого человека дневник питания, который поможет проанализировать свой рацион. Самое главное – знать, что у вас есть сейчас, чтобы строить уже на основании того рациона, тех любимых вами продуктов, ваших привычек, уже строить более полезный, более здоровый рацион. У вас же в рационе сейчас есть полезные продукты, именно поэтому важен дневник питания, потому что эти полезные продукты важно оставить, любимые продукты важно оставить. А продукты, которые, так сказать, не являются приоритетными источниками нутриентов, их можно заменять. Либо, если это очень любимый продукт, их нужно нормировать в рационе. Сейчас я вам хочу дать небольшое задание. Перед тем, как начать заполнение пищевого дневника, ответить на несколько открытых вопросов. Я рекомендую отвечать на открытые вопросы письменно, вооружитесь листком бумаги, ручкой, найдите спокойное время, комфортную обстановку, поставьте комфортную музыку и ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Почему вам важно начать вести дневник питания? Какие положительные изменения произойдут в вашем рационе, когда вы начнете вести дневник питания? А еще какие изменения? А еще какие? Пишите, пишите, задавайте себе этот вопрос. А еще какие? Потому что изменений действительно будет очень-очень много. Подумайте, какими могли бы быть эти изменения? Какое одно конкретное действие вы можете сделать прямо сейчас, чтобы уже начать вести дневник питания? Запишите одно конкретное действие. Я сделаю вот это. И действуйте. С вами была Мария Сафина. Канал «Здоровый образ жизни в удовольствие». Ведите здоровый образ жизни в удовольствие. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Пока-пока!